Привет, с вами Информ ТВ. Популярный артист Ярослав Сумишевский только недавно стал приходить в себя после того, как год назад трагедия разрушила его семью. Сегодня он поделился подробностями страшного ДТП. Год назад, 29 января 2021 года, в Красноярском крае людей ошарашило жуткое ДТП. Оно унесло жизнь супруги Ярослава. Мужчина также находился в автомобиле и по счастливой случайности не пострадал. К сожалению, весь удар пришелся на его жену Наталью. Несколько дней медики боролись за ее жизнь. К сожалению, 6 февраля ее не стало. Сумишевский рассказал, что во время поездки шел снег, была метель и погода очень сильно испортилась. Ярослав, по большому счету, спал, но иногда просыпался и тогда просил водителя не торопиться и не идти на обгон из-за плохой видимости. Потом произошел удар. Ярослав говорит, что вначале был сильный шок, а потом он посмотрел на жену, которая сидела сзади. Ее лицо и голова были в крови. Виновником аварии признали как раз водителя, который был за рулем машины Сумишевского, но уголовное дело закрыли еще летом в связи с тем, что мужчина ушел из жизни. Цитата. «До сих пор живу, как в страшном сне, как будто это все не со мной происходит. Хочется проснуться, чтобы все закончилось. А когда просыпаешься, понимаешь, что это реальность, которую не изменишь и надо как-то продолжать жить», рассказал Сумишевский. Только сейчас Ярослав хоть немного пришел в себя и возобновил гастрольную деятельность. Также у него на попечении трое детей. Дочь Ксения, которая родилась в первом браке артиста, она живет с мамой. А также дочь Наталья Александра, которая родилась от предыдущих отношений. И сын Мирон, общий сын Сумишевского и Наташи. В феврале Мирона исполнится 5 лет. К сожалению, маму он почти не помнит, но папа регулярно показывает ее фотографии. Пожелаем этой семье всего самого наилучшего. Спасибо, что посмотрели наше видео. Удачи!